14 октября прогимназия Геросис Вильтес торжественно отметила свое 40-летие. Фактически юбилей состоялся 1 сентября, но его было трудно совместить с началом учебного года, поэтому было решено отпраздновать торжество в октябре. В Большом зале прогимназии, которая еще не подверглась реновации и хранит в себе дух былых времен, собрались бывшие педагоги и ученики школы, коллеги и множество других гостей. На торжестве присутствовали мэр, вице-мэр, члены Висагинского совета, гости из Латвийской Краславы и, конечно, коллектив прогимназии во главе с директором Йолантой Барткунини. Мероприятия Геросис Вильтес всегда проходят очень интересно, и на этот раз творческая фантазия коллектива была на высоте. Торжественный юбилейный вечер проходил в форме фестиваля педагогических талантов и номинировался Оскаром про гимназии. В номинантах были и железные леди, директор Йоланта Барткунини и ее заместительницы, и первые учителя, проработавшие в школе сначала ее основания Светлана Панкова, Светлана Боля, Светлана Орловская, Ольга Бертулени и ранее работавшие в ней директора Она Станюкенини и Ольга Лохотская. Кроме того, были отмечены помощники школы и ее спонсоры. Очень душевным и оригинальным было поздравление делегации из Краславы и коллег из латвийской школы-партнера «Радуга». По поводу 40-летия про гимназии Геросис Вильтес «Добрые надежды» они напомнили, что Моисеев водил евреев по пустыне 40 лет и при этом был полон доброй надежды. На большом экране в рекреации школы шли кадры поздравлений известных выпускников – оперной певицы Ольги Перетятько, специалиста-консультанта в области строительства атомных электростанций Елены Боли, врача Ирины Молодцовой и актера Валерия Панкова. Славной историей второй Снечкуйской школы, а ныне Геросис Вильтес, мы попросили поделиться ее бывшего многолетнего директора Ольгу Лохотскую, которая была руководителем этой школы более 20 лет. На меня выпала доля создать такую школу, которая бы привлекала к себе особое внимание, чтобы ученики получали хорошее, прочное знание, успешно поступали в высшее и среднее специально, тогда назывались учебные заведения, или приобретали себе специальность в училищах. Задача, конечно, была сложная, но я не боялась никаких трудностей. Во-первых, я родилась в семье учителей. Мой отец был многие годы и заучим, и директором в школе. Мама – учительница начальной школы. Нас у родителей было четверо девчонок, и все мы стали учителями. Сделать так, чтобы коллектив был сильным, работоспособным, я практически как-то понимала. Видимо, это от родителей перешло и ко мне. Поэтому я не боялась никаких трудностей и сделала все, чтобы школа была известна всему городу. Так оно и было. Извините за нескромность, но школа была известна всему городу. В нее шли ученики, охотно шли. Шли родители с просьбой принять их ребенка в школу. Шли и учителя на работу в нашу школу. Поэтому все как-то шло так интересно и быстро, что передо мной стала задача не только сильный коллектив, чтобы знания получали ребята такие, которые бы беспрепятственно помогали им поступать в высшие и учебные заведения. Вот чего требовали родители. Потому что родители Виссагеноса, эта интеллигенция была умная, творческая. Большая часть их работала на атомной станции. И они требовали от нас, учителей, от меня, как от директора тогда, чтобы знания были такие прочные. При вас как раз открылась физика, математическая школа. Да. Мне помогали и учителя. Связалась с пединститутом. Тогда так он назывался. Не университет, а пединститут. С университетом стали искать преподавателей, которые бы согласились приезжать сюда в Виссагенос, вести факультативные занятия и помогали пополнять знания по математике, по физике, по русской литературе, по литовскому языку. У нас даже были в 80-е годы, в конце 80-х годов, в 90-е годы мы стали создавать гимназические классы. Это были классы, дошли ребята особенно сильные, способные. И у них действительно все получалось, были прекрасные знания. К сожалению, Геросис Вильтест не суждено было стать 12-летней гимназией, хотя все предпосылки для этого были. Но школьная реформа пошла по другому пути. Говоря о достижении второй школы, нельзя не вспомнить основателя физико-математической школы Юрия Семеновича Татаренко. Физико-математическая школа существовала несколько лет в нашей школе. И он тоже, благодаря Юрию Семеновичу, наши ученики стали посещать эту школу, потому что он был очень известным и сильным преподавателем. Поступали в Обнинский институт, физико-технический институт. И поэтому школа была все больше и больше известной была. И многие ваши выпускники, которые в том числе занимались физико-технической, физико-математической школе, они теперь уже взрослые люди, работают на атомной станции, хорошие специалисты. Совершенно верно. Часто мы встречаемся, здороваемся. Многие, конечно, уехали из нашего города, но приятно, когда они приезжают, видят, здороваются и вспоминают те прошлые годы. А этих выпускников было немало, ведь в 80-е годы численность учеников второй школы достигала 3000 человек. Это больше суммарной численности нынешних висыгинских школ. Весминами мы занимались, но я хочу сказать, что у меня всегда была сильная, умная, творческая команда. И сегодня в Геросе Свинтес под руководством опытного и креативного директора Иоланты Бартунья работают профессиональные умные педагоги, часть которых тоже когда-то была учениками этой школы. С каким чувством вы сегодня пришли на этот праздник? Ну, с большим вначале волнением я шла. Мне, конечно, хотелось сравнить те проблемы, которые стояли тогда перед той школой в 80-е, в 90-е годы. И сейчас какие задачи решает новая, совершенно другая школа. Надо сказать, что если перед нами, как требовали родители тогда, стояли на первом месте знания, успехи поступления, то сейчас, на мой взгляд, немножко изменилась школа. Она больше стала уделять внимание, наверное, личности ученика, чтобы ученику было в школе хорошо, уютно, спокойно, чтобы он был раскованным, таким свободным и смело входил в будущую жизнь. Спасибо большое, Ольга Николаевна. Желаем вам здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Спасибо вам большое за интервью. Ну, будем надеяться, что будущее будет у нашей школы Геросис-Вильтес хорошее. Я рада за школу и думаю, что путь у нее будет добрый и долголетний. Пожелаем и мы доброго пути про гимназию Геросис-Вильтес в школе доброй надежды.